И в продолжение темы, согласно поручению руководства страны по продвижению туристического потенциала Узбекистана, дипломатическая миссия нашей республики в Японии приняла участие в работе международной туристической выставки. Стоит отметить, что Узбекистан стал единственной страной азиатского континента, представившей отдельный национальный стенд. К слову, он вызвал большой интерес у местных туристических компаний и посетителей. Япония – страна, в которую ежегодно приезжает огромное количество туристов со всего мира. Привлекает их уникальные культуры, традиции, национальная кухня и архитектурные памятники. Ну а самим японцам признаются они интересный маршрут Эшелкового пути. А теперь они стали еще доступнее. В Узбекистане с 10 февраля 2018 года введен безвизовый режим сроком на 30 дней для ряда стран, в том числе и для граждан страны восходящего солнца. Что готовы предложить гостям нашей республики, презентовали на 13-й туристической выставке и форуме, которые прошли в префектуре Коти. Отмена виз для японских туристов позволит еще больше сблизить наши народы, которые испокон веков связывали великий шелковый путь. Думаю, что с отменой виз в Узбекистан количество японских туристов резко увеличится. В настоящее время осуществляются чартерные рейсы между городами Японии и Самаркандом, так как этот город особенно популярный среди японских туристов. На выставке и форуме были представлены около 200 туристических компаний и организаций из разных стран. Своим колоритом отличался стенд Узбекистана. Он отразил всю богатую историю и культуру. В последние годы постоянно растет интерес к Узбекистану среди японцев. У вас в стране прекрасная природа. Нас также привлекает тот факт, что Узбекистан был культурным и научным центром мировой цивилизации. И многие города входят в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. А еще участникам рассказали об осуществляемых реформах в сфере гостеприимства Узбекистана. Обсудили вопросы активизации туристического обмена, развития международной индустрии путешествий, усиления сотрудничества между транспортными корпорациями.